Пожар в области Абай в настоящее время является одним из самых крупных в мире. Реликтовый сосновый бор еще не успел оправиться от майского огня, как снова охватил территорию Батпайского лесничества. По оперативным данным, более 60 тысяч гектар были охвачены огненным пламенем. Наша съемочная группа с раннего утра выехала в Бородулихинский район и в Озерский сельский округ. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь вернемся к хронологии событий. 8 июня сотрудники ДЧС области Абай были направлены на ликвидацию возгорания в лесном массиве на территории семьи Ормане, а именно Батпаевского лесничества, где произошло загорание деревьев на более 3000 квадратных метров. В критичном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям был организован оперативный штаб. За сутки огонь охватил около 2000 гектар. В ликвидации пожара приняли участие 167 человек, 47 единиц техники и три вертолета. Впоследствии в ночь на 9 число в селе Бородулиха был развернут эвакуационный пункт, а жители сел Успенская, Поднебесная и Барышевка самостоятельно разъехались по родственникам. По информации Комитета лесного хозяйства, на 9 июня предварительная площадь пожара составила 30 тысяч гектар. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел заседание оперативного республиканского штаба, где были заслушаны доклады Акима области Нурлана Уранхаева и вице-министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Марата Кульдикова. По состоянию на 16.00 часов 9 июня более 600 человек личного состава, 177 единиц техники и шести вертолетов были задействованы в тушении лесного хозяйства. Успенка, Успенка, Каштак, Талица участкилерінде жалға суда. Табиғи уэрт орнына, Караганда Алматы қалылар мен Алматы жетісу қызлады областарынан қосмыша уэрт сөндіру техникасы шықты. Тәнертен шығыс, өңірлік, қолбашылығының 200 адам, және 8-бірлік техника уэрт орнына шықты. Те рекысты қызды қызды. Те рекысты қызды. Акимың қызды сөнден қылының қызды. Акимам города семей Нурбулым Нурсагатовым было принято решение объявить чрезвычайну ситуацию природного характера местного масштаба на территории города семей. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначен заместитель Акима города Семей Рамиль Досмагомбетов. В связи с погодными условиями, а именно порывами ветра оперативным штабом, было принято решение об эвакуации жителей трех сел – Озерского сельского округа. Добавим, что город Семей подготовил 9 эвакуационных пунктов вместимостью до 800 человек и готов обеспечить жителей всем необходимым для временного проживания. Эта чрезвычайная ситуация сплотила жителей всего региона. Около ста волонтеров и простых неравнодушных жителей области для поддержания работоспособности бригад по тушению пожаров готовят и доставляют горячее питание из сельских округов района. Нашей съемочной группе удалось взять интервью у жительницы села Талица. Когда это было? Это было в 4 часа утра вчера. Вчера? Да, вчера было в 4 часа утра. Что, вас разбудили или как? Зачем? Мы с позавчерашнего дня наблюдали за Каштагским пожаром, потом уже утром мы же бдим же, потом утром рано встаем, так как деревенские жители. И вот, когда увидели, что здесь над лесхозом горит, вот просто результат. Поняли, да? Да, очень страшная трагедия. Вас эвакуировали? Да. Но я сейчас нахожусь в данный момент здесь, потому что очень много народу прибыло со всех регионов Казахстана, поэтому я вот наглядный пример. Будем готовить, кушать ребятам всем. Скажите, а все село вернулось? Нет, нет, никого не пропускают, потому что сейчас на данный момент даже еще пахнет гарью, да, немножко? Да, вот запах гарь. Пахнет гарь есть, поэтому в целях безопасности всего населения. А вот как со скотиной? Вот, например, мы видели, молодой человек ходит и ищет свою лошадь, корову, вот каким образом? Вопрос, или жизнь, или же скот. Вчера, например, допустим, какая-то у нас была какая-то надежда, что это все утихомирится, потому что техника прибывала, но погода повернула ветер в нашу сторону, и весь дым, который был в бару, это буквально какие-то 15-20 минут, и мы задыхались. У нас начали глаза щипеть, и это было вот даже соседних домов, можно сказать, не было видно. Поэтому срочная эвакуация, я говорю, большое спасибо администрации нашего города, администрации нашего Озерского Акимата, всем участковые, МЧСники, все, вот все службы прямо работали вчера на все 100%. Это фоторазговора нету, всем благодарность огромная. Вот. Все было четко отработано, прямо это, хотя у нас вот, не сказать, что у нас такие глобальные ситуации когда-то были, но все было правильно, прямо сделано. А вообще это большое село, здесь и школа есть, да? И школа есть, да, до 9 лет. Да, да, хорошее большое село. Очень хорошее. Да. И огороды, и все. И огороды. Хозяйство. Люди живут на этом, на этом хозяйственное, поэтому они вот сейчас переживают, звонят, все спрашивают, возможно ли возвращение, но ситуация пока непонятная, поэтому разговор пока о возвращении не идет. Люди не рискуют возвращаться? Администрация не рискует. Люди торвутся, а пока непозволительно. Поблагодарить, поблагодарить хочу всех, кто приехал со всего Казахстана, откликнулся на нашу трагедию. У нас у всех маленькие дети, внуки, и это было страшно, правда. В одночасье бросать дом, уезжать и вернуться потом в неизвестность, это было страшно. И это сейчас, на данный момент, я как одна, как в Чернобыле нахожусь, да, потому что нету никого здесь в деревне, тоже жутковато немножко. И то вы по поводу. По поводу, да. И я вот прямо низкий поклон всем ребятам, которые оставили свои семьи, которые рванули к нам сюда, на нашу горячую точку, всем огромный рахмет. Огромный рахмет правительству, который дал команду из Астаны. Мы вчера ехали, когда эвакуация была, колонна, колонна пожарных, спецтехники. Это вообще, и еще хочу огромное спасибо сказать лагерю «Орбита». Молодцы, девчата, они сегодня всю ночь работали, всю ночь работали, чтобы поставлять сюда горячую еду. Все в одноразовых контейнерах, молодцы, умнички. И всем волонтерам, вчера вот с озерок мальчишки молодые приехали, прям привезли целый багажник напитков. Жара, ну как пить хочется. Это вот, смотрите, мы привезли то, что наши жители озерок передали. Здесь дома несут, кто деньгами мы закупили, на деньги закупили, прям сами приносили. Вот видите, они сами приносили. Булочки здесь, вода. В основном много товаров первой необходимости, гигиенические. Туалетная вода, туалетное мыло, стакан одноразовый, чай пакетико. Мешок картошки уже захватили. Одна машина «Жигули» уже привезла, мы привезли, сейчас «Жигули» еще привезут. Разговора нет. Тут всех отнимается деньгами, продуктами. Ну ты что это вообще? У нас народ супер. Нет, жители молодцы. Прямо только дали объявление и сразу несут, несут, несут там отбой. Чувство гордости, вот правда, распирает, распирает за то, что в такие моменты все вот так и поднимаются. Это вообще кайф, правда. Вот этот случай пусть будет примером для нашего будущего поколения. Да, это продукты. Для маленьких наших детей. Жители, которые просто отмекнулись на вот такое, да, например, что здесь, понимая, что здесь ребята сдалека приехали, все нам отправляют продукты, вот все, что можно было, молодцы. Вот воды и море, потому что вчера была жара, средства гигиены, все есть абсолютно. Вот прям огромный рахмет. Я говорю, вот это вот чувство патриотизма, она распирает. Вот правда. И очень благодать. Вот посмотрите, они вот так бы, может, в другой день они бы не собрались. А вот это вот объединяет. И вот это вот, чтобы осталось в наших поколениях, в маленьких детях. Передадим? Передадим. Поможем. Поможем, да. На следующий день, 10 июня, председатель комитета противопожарной службы МЧС РК, генерал-майор гражданской защиты Нурбулат Дербисов доложил о ситуации с места событий. В настоящее время обстановка на место пожара в данный момент стабилизировалась. С утра к тушению пожара приступили 8 воздушных бортов и личный состав задействован службы. Также от Министерства обороны задействованы дополнительные силы. Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном, большим площадью горения и порывами ветра местами до 10 метров в секунду. В настоящее время производство аэрограждане сообследовали первым вице-министром экологии и природных ресурсов и вице-министром по ОЧС. Мы делаем все для того, чтобы локализовать пожар в настоящее время. МЧС сообщает, что ситуация с лесными пожарами на территории области Абай стабилизируется. С раннего утра все доступные силы были вновь мобилизованы для борьбы с огнем. В зону пожара были направлены дополнительные отряды для поддержки пожарных бригад и работников лесничества. Организована горячая линия. Осуществляется работа психологов жителями, нуждающихся в помощи. Каждый может обратиться по телефону 871-72-53-32-84, 872-22 и 35-38-31, 112 и 101. По информации оперативного штаба, тушение пожара в области Абай в ходе поисковых работ были обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливать личности погибших, напомним, ранее были обнаружены тела трех погибших сотрудников лесничества. Таким образом, число погибших достигло 14 человек. Также добавим, что глава государства Касым Жомар Токаев отменил свой государственный визит во Вьетнам и прибудет в область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи пострадавшим гражданам. К слову, министр по чрезвычайным ситуациям Республик Казахстан Юрий Ильин был освобожден от занимаемой должности. И по указанию президента Республики Казахстан, новым министром был назначен Сырым Шарипханов.